Ну что, друзья, рада всех приветствовать на нашем новом шоу, которое называется «Самый умный преподаватель», сокращенно СУП. Давайте поаплодируем этому. На этом шоу мы проверим, кто из этих чепушил самый умный. Я в целом сомневаюсь, что хоть кто-то из них выиграет, но мы посмотрим. Давайте я коротко оглашу правила игры, чтобы было понятно, чем вообще будем заниматься. Я буду задавать вопросы общие, вообще, то есть вам не надо что-то знать, это не про математику, не про физику, не про что-либо еще, это на вашу смекалочку, можно так сказать. И вы можете отвечать. Отвечать вы будете по определенному сигналу, сейчас мы это с вами отдельно проговорим. И что важно, если вы отвечаете правильно, вы получаете 2 балла. Если вы отвечаете неправильно, но при этом более-менее логично и адекватно, вы получаете 1 балл. Если вы несете полную херню, то я за это вам могу снять 1 балл. Дальше мы в конце концов посмотрим, кто же у нас выиграл и больше всего баллов набрал. И этот человек получит, внимание, призовой фонд. Наш призовой фонд на эту игру 73 рубля и 16 турецких лир. По курсу это около 48 рублей. Короче говоря, больше сотки вы, друзья, заработаете. Аплодисменты, пожалуйста. Отлично. Ставлю вот сюда, и он, пожалуйста, не трогайк. Итак, теперь по поводу, значит, того, как вы будете предлагать свои ответы. Дорогие мои друзья, у меня для вас есть дуделочки. Искала их очень долго по всей Москве, нашла. В итоге вы дудите в свои дуделки. Если вы не подудели, отвечать нельзя. Услышали? Просто пиздеть нельзя. Надо дудеть, обязательно договорились. Так, я предлагаю, значит, тебе розовенькую. Держи, розовенькую, она не работает. Блин, я желтую. Тебе желтую, хорошо. Передайте, пожалуйста, мне. Ты сам буду гудеть, зачем не зеленую. У меня еще есть фиолетовый и синий. Фиолетовый, фиолетовый. Я фиолетовый. Не, только шилон очки фиолетовую. Синюю, синий, синий. Синюю, на. Держи. Можно попробовать? Такой, зеленый, наверное, конечно. Добирайте, пожалуйста. Бля, а что, один как лох, что ли? У Кира розовое тело. Вот желтый тоже не работает. Ладно, я так вас выебу. Он еще в керсе не ближе всего ко мне, поэтому я буду, я думаю, что в целом это нормально. Чистая. Кир, попробуй. На полшишечки. Давайте все, сейчас все подудим, чтобы потом вам меньше хотелось этого. Ну-ка, давайте. Молодцы. Нормально. Хорош, хорош. Ну что, друзья? Я на шиклала. Ну что, друзья, надеюсь, вы готовы показать свои мозги, ну, либо наоборот, какие его тупые. Поэтому давайте приступать. Начинаем. Первый раунд. Поехали. Ты что не хлопаешь? Хлопай давай. Не, ну хлопай. Так. Слушаем внимательно. Первый вопрос, друзья. Давай. В 1924 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войн. О, Господи. Так же, как когда-то была наказана Спарта. Что это за наказание? Кир, пожалуйста. Что-то он и орёт, а не дутит. Ну, в 1924 году, очевидно, блядь, забыл, что сказал. Ладно, я подумаю ещё. Минус балл. Не, стоять! И вот. Я знаю! Я ещё не ответил, я думал. Не, не, всё, ты подутел, ответил. 24, 48. Смотрите, за что было наказано. 24 плюс 24 это 48. Всё верно. И получается, Германия была наказана за 24, так же, как и Спарта. Минус балл. Можете, я даже комментировать не буду. 24, 24, 48. 48 плюс 24 Спарта. Да, то есть, ещё раз его наказали за 24. Вопрос. За 24. Да. Не, вопрос, как наказали, правильно? За что? Что за наказание? Ну, что за, как наказали? А, что за, блин, это что-то вопрос. Ну, а тебе ответил. Кирилл? Ну, не, там просто логически, что-то отторгли территории. Ну, типа, разделили территорию, как бы, там, то есть, территориальные изменения. Один балл Кириллу можно, но это неправильно. Один балл Кириллу добавляем, окей. А можно сейчас вопросик? Минус балл, пожалуйста, бери. Минус балл Кириллу, а ты ж тихуя не слушай-то вообще. Ты ещё раз проговорил? Минус балл Кириллу, а я в том, что я предполагаю, что они вот проиграли в войнах и им запретили иметь армию свою. Да это тоже логично. Один балл Доём по-прежнему неправильно, друзья, дорогие. Вопрос почитай ещё раз. В 24-м, 48-м годах Германия была наказана за развязывание войны так же, как когда-то была наказана Спарта. Что это было за наказание? Всё, возможно? Да. Мне кажется, спартанцев типа нечем уже наказать, им лишь бы попиздиться. Так. Войну им нельзя запретить, им можно запретить Олимпийские игры было. Это правильно. Серьёзно? Ахи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Мы очень быстро справились с первым вопросом. Мы переходим ко второму вопросу. Аплодисменты. Второй вопрос. В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механическое. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно, хотя некая женщина от него немало пострадала. Второй же наоборот весьма недружелюбен, но некой женщине удалось в итоге избежать угрозы с его стороны. Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Кто же они? А вы что надеялись? Я вам что буду задавать? Значит, это два персонажа. Это имя? Два имени? Ну да. Два персонажа. В каждом из них есть что-то нечеловеческое, механическое. При этом первый настроен к окружающим дружелюбно, второй недружелюбно. Но она женщина. При этом тот, кто дружелюбный, все равно была женщина, которая от него пострадала. А тот, кто не дружелюбен, была женщина, которая наоборот кайфанул. Можно на пейсбол? Интересно, что оба давали одинаковые обещания. Вам надо назвать эти двух. Механическое. Это типа то, что там у них какие-то протезы стояли. Персонаж. Слушай, подожди, подожди. Персонажи – это значит вымышленные герои. Верно? Я не буду вам подсказывать пока что. Ну, это же невозможно. Ну, вы предполагаете, на то мы с вами… Вы не должны сразу угадать правильный ответ. Персонаж. Выдвигаете свои какие-то гипотезы. Ну, типа механическое, что значит, что они какие-то были, у них части тела были какие-то протезированные или что? Типа они колейки были. Блин. Не, ну это же может быть, что там, например, у одного там… Два персонажа, и как-то с ними женщины связаны. Угу. Угу. Да. Так еще и люди связаны, они еще обещать давай людям. Да. Все-то публичные люди такие. Блин. От одних женщина пострадала, а от другого кайфанула. У меня по-моему плохие вещи приходят. Ну, я не знаю. Да, Илоночка. А, ну, не знаю. У меня ко мне приходят на ум маньяки какие-то. Да? Чикатило. Да. Потому что кто-то страдает, кто-то кайфует, да, вот из опыта, а кто-то к тебе выскакивает кто-то, кто-то такой, да, я пойду к тебе к красавчику, наконец-то, а другой пострадает. Так. Два маньяка. А почему у них что-то механическое? Чикатило. А, потому что сердце железное. Они бездушные, потому что. Бездушные, жестокие в отношении мира. Ираны. Угу. Поэтому я считаю два маньяка – битцовский парк. Опа. Ха-ха-ха-ха. Я даже конкретизирую. Всё. Два маньяка из битцовского парка. Ну что, я бы дала один балл Илонке, на самом деле, просто за то, что она молодец. За смелость. Да, за смелость она решила вот такую вот хуйню всем рассказать. Это требует большой смелости, плюс один балл Илонь Ковалёвой. Молодец, Илон. У-у-у-у-у. Хорошо, но это попрежнему правильный ответ, и я надеюсь, вы это понимаете. Э-х. Блин, два персонажа. Два? Ну, блин, пострадала, кайфанула? Персонажа, ладно, буду вам немножко подсказать. Это правда персонажи. Всё литература. Это не настоящие люди. Ну вот, очень себе. Это литература. Не все я про маньяка сказала. По-разному. По-разному. Из книги, из фильма. Одна пострадала, другая кайфанула. Блин, а чего за два персонажа? они вместе получается да и они вместе как бы они герои одного сюжета нет вообще из разных вселенных господи из раз зеленой же еще наверное хроники нарни какие-то или пока не оселин колец не вселенной примазать к саму слушать как вселенца слышно они ну прям за всем в разных для разницы его аудитории существует так сказал ну предполагайте алло вы все вы пытаетесь угадать правильно вы должны что-то предполагать какие-то еще могу вам дать подсказку давайте они давали одинаковые обещания чуть-чуть вам подскажу по поводу обещаний одно обещание было на английском сказано другой ну нам известно на английском другу другой на русском но есть их ну есть перевести то они будут означать означать примерно одно и то же понище послажу разных тип этих произведений даже ты стану и типа из разных культур короче они да вообще сто процентов я могу изобразить как отвечал персонаж на английском языке давай давай я за это за это балмаш пучка у меня тоже есть идея бейб и на бейб а может это это i'll be back вот этот вот кажется да там же этого асту говорит я вернусь по терминатор ну да терминатор это по-английски а кто по-русски я принимаю ответы только под удел очки back это терминатор так а русский блин я вернусь кто говорил я вернусь не ельцин же я вернусь на только жди до песни но он же не механистически кто-то обещал вернуться а мне можно бал за i'll be back нет пока карлсон а что карлсон ответ какие два персонажа блять он механизированный вопрос был такой кто же они это как его зовут шварценеггер этот джерминатор механизированный i'll be back но карлсон говорил я улетел это не важно но обещаю то есть кто же они вопрос так звучал я все жду ответы на интернет карлсон и терминатор это правильно ответ два балла можно пожаловать а как они на женщин повлияли вспоминаете один был к окружающим дружелюбен это кто карлсон правильно но при этом одна женщина от него немало пострадал фрекинг бог давно там вообще помните до чего а второй же был наоборот весьма недружелюбен а это с кирова разговариваешь он согласится он тебе один свой балл отщепит по-хорошему ты украл как буквально ответ ну да я два себе хочу не все четко все четко правила такие кто правильно ответил то два балла забирает это такая жизнь что ты хочешь ну так она устроена все конечно конечно а про терминатора вы поняли да что наоборот саре коннор он же помог в итоге я не смотрел я тут я тоже не смотрел что ты сказал илюха 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 терминатор 2 это считается прям база боевика это что-то золотая классика боевика это лодный боевик ты сам выглядишь как терминатор я фильмы вообще не смотрю особо у нас два терминатора в очках чего-то а порнуху кстати как ты кирилл давай чё там тебе рассказывал англичанка в твоей школе илюха чё ты как ты это как ты отдыхаешь у него же есть видео сдержание кстати какая порнуха то может быть а кто отдыхаешь читаю учебники по биологии просто один балл пожалуйста илье за то что он читает учебники по биологии ну что друзья второй вопрос позади я предлагаю поаплодировать мы приходим к третьему вопросу друзья звучит он так этот прибор был изобретен в сша в начале двадцатых годов впервые он начал выпускаться фирмой до того занимавшийся производством миксеров и быстро завоевал популярность у значительной части населения в тридцатых сороковых годах появились модели с регулировкой степени нагрева и скорости а почему шестидесятые годы в 60-е годы объем продаж этих приборов резко возрос первая была велина не знаю стиральная машина нет вопрос почему почему в 60-е годы объем продаж этого прибора резко возрос я конечно знаю что это обязательно ответить, но дам вам шанс так и быть в этом вырваться вперед. Да, он нам шанс, блин. А ты че такой? Какой? А он такой. Есть одна гипотеза, да? Скажи. Кирилл? Не, ну типа гипотеза, что это из стиральной машины. Это было связано с криминализацией. Ну типа, что был криминал, нужно было отмывать деньги. Кстати, все по стиральной машинке там еще и... Блин, очень хорош на самом деле предположение. Один балл Кириллу можно зачислить. Молодец. Но это неправильный ответ по-прежнему. Да. Блин. А в 1920-м миксеры, да, делали? Да. А там электричество уже было, да? Да, конечно. Ты че, блин? Попутал. Давайте я вам напомню еще раз. В 30-х-40-х годах появились модели с регулировкой степени нагрева и скорости. Стерлака походит по этой категории. Обороты и тен. Да, Илоночка. Нагрев и скорость — это фен. У меня постоянно фены ломаются. Так. Вопрос был, почему в 60-е годы объем продаж этих приборов резко возрос? Господи. Потому что девчонки стали крашенны. С каждым годом крашенны. А потом, когда родилась уже я, уже совсем красиво. за красоту Илонь, пожалуйста, полтора балла накиньте. Укара! Это не потому, что мы с ней дружим. Я вам хочу сказать, что Илоночка прибор-то правильно угадала? фен? Фен! Потому что, ребята, я страдаю периодически. Если это не Дайсон, извините меня, то сушишь голову феном за 2 тысячи, он нагревается и ломается. Все, начались. Ну я-то знал, я же сказал. А ты откуда знал? Но по-прежнему, друзья, остается вопрос. Почему? Остается вопрос. Почему в 60-е объем продаж резко возрос? Блин, почему? Зачем феном они пользовали? Ну чё нас сушили? Жопу сушили. Илоночка? Жопу сушили. Забери полтора балла. Ну что еще можно себе посушить? О, я знаю. Илоночка? Потому что когда, например, ты приходишь с тусовки, и ты не смеваешь постирать в стиралке, и ты засовываешь какую-то одежду в стиралку, а потом на утро вытаскиваешь, она еще мокрая, но тебе нужно ее надеть, ты берешь фен и сушишь одежду. То есть в 60-х стало больше тусовок или что? Мне тоже лучше логично. В десяток было больше всего. Звучит логично, что все это наркомания, там вот появились наркотики. Я даже ничего не надо ей делать, пусть сидит. Ну он, блин! Нормально, пусть сидит. Ну зато Илон хотя бы хоть тот, кто выдвигает какие-то интересные мысли. А лучше сидеть, блин, что ты знаешь? Сними все по баллу, кроме Илона, пожалуйста. Ну в смысле, Аня? У меня и так баллится. Меньше всех. А вы что, работа надо, давайте. Работать. Я работаю. Алло, алло, давайте. Обещаю, что кто сейчас вот ответит, любую херню, балдам. Кир, давай. Итак, у меня очень логичная версия. Да, давай. Я уверен, что она правильная. Давай. Как мы знаем, я же историк, в 50-е годы была война во Вьетнаме. Так. Единственное, что у меня ассоциируется с армией, это вонючие носки. Так. Носки, у них одни чем, но война же идет. И когда у тебя вонючие носки, и ты их стираешь, надевать сразу мокрые, это стрёмно. Угу. Поэтому ты насаживаешь носок на фен и душ. Угу. То есть я правильно услышал, что в армии есть фен, но... В американской, да. Не сушат при этом вещи. А где их сушить? Не успевают. Не успевают, да. Одни на ски у тебя всего. Слушай, у меня другая гипотеза. Сними балкиру и один добавь, который я обещала за то, что он ответил. Спасибо. Капец. Просто беспредел творят. Ну, слушай, я на самом деле похожую версию выдвигала, да? Что девчонкам сушить тебе вещи нужно. С тусовок приходишь, нужно посушить. Не, у меня есть версия тоже. Давай, давай. 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 Что типа тоже была война во Вьетнаме, ну типа девушки хотели встречать мужиков с фронта, и поэтому больше красились в целом. И делали перчелся. Не, ну Кирилл опять что-то логично мыслить. Давай мы не будем балстать, потому что надоел, сейчас выгорит еще. Вы что-то все сушили? Не жопу и не перчелся. Что еще есть? Что? Нет, давайте так, друзья. Сушили по-прежнему волосы. Волосы? Сушили по-прежнему волосы. А, все, да, все. Какая-нибудь там Рыльна Мандропа, что была и все, и все типа хотели когда быть. Нет, это неправильно. Тоже, ну ничего ему не ставь, хватит. Не знаю когда, но мне кажется, где-то тогда появились хиппи, и мужики начали отращивать волосы и начали их сушить. Это правильный ответ. Два балла. Вы поняли, кто здесь Батя? Совершенно верно, так и есть. Но, друзья, и правда, в 60-х годах мужчины начали носить длинные волосы, им тоже стал очень необходим фен, и поэтому, правда, фен стали продавать намного больше. Я вам давал шанс по факту. Я хотела сказать панки. Вы не воспользовались. А Маши когда появились? Я не знаю когда панки. Панки хой. Парай постой. Панки же очень только в России. Да, аминь. Поехали, друзья, мы переходим с вами к четвертому вопросу. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вопрос. Всегда открыто, всегда закрыто. Такой рекламный слоган появился в 1899 году на здании одного нью-йоркского ресторана. Что впервые там было установлено? Всегда открыто, всегда закрыто. Всегда закрыто, да. Касса. Нет, это не так, но балл можем накинуть. Объясни почему, как эта касса открыта и закрыта всегда? Хороший вопрос. Так? Ну типа она всегда вовремя открывается, всегда вовремя и закрывается. Но она же не всегда открыта и закрыта одновременно. Ничего не будем добавлять. Окей, продолжаем, друзья. Всегда открыто, всегда закрыто. Это предмет какой-то? Илюха. Ну это натрий-калевые каналы, которые в мембране клетки стоят. Типа они пропускают натрий и калей, то есть они для них всегда открыты. А остальные ООНы пройти не могут через Киев. Это хуен ответ. Докинь его два балла, пожалуйста. А как это с рестораном связано? Ну там такой же прототип. Дверь такую сделали, чтобы кто-то мог проходить и откуда-нибудь. Ага. Не сними назад два балла. Уменьшит. Ха-ха-ха-ха. Ничего не было. Мне, кстати, версия прикольная. Вот сейчас я думаю. Давай. Типа что была тогда еще расовая сегрегация. Ну да. Типа что для черных всегда закрыто, а для белых все открыто. Да, да. Не одобряем балл. Немите Кириллу, пожалуйста. Это не правильно. Кирилл. Ну как-то... Илоночка. Исторический факт. Исторический факт. И так. По фактам? Давай, я знаю, были не так давно изобретены юбка-шорты. Это значит... Это значит... Юбка у тебя... Под юбкой шорты. Я такое в детстве носила. Я тоже. Поэтому юбка вроде всегда открыта, а на самом деле... Всегда закрыто! Ну и все? Слоган, реклама, юбка, шорты Это ресторан Ёшки! Это ресторан Блин, я послушала Илон, ты хочешь сказать, что юбка, шорты по-твоему, юбка, шорты придумали в 1799 году Правильно я вас слышала? Эверина Веранда Объясни, пожалуйста Всегда открыто для посетителей И всегда закрыто сверху, что дождик Вообще не пройдет Это хорошо, один балл можем накинуть По-прежнему неправильно Кстати говоря, между прочим, Илюха-то был довольно близок Натрекали бы все А, я думаю, это ресторан Мидии круглосуточный В котором мидии всегда закрыты Ресторан всегда открыт А мидии всегда закрыты Это красиво Один балл, пожалуйста, накиньте, Кира Но это неправильно по-прежнему Так, натрекалевые Илюха нормально там, ну типа, загоняла На сайте, расстелил ты нормально Продолжи свое тело Да я ничего не поняла Что там, натрекалевые Натрекалевый насос Натрекалевый проходит через мембрану клетки Остальные его на не могут пройти Может, какая-нибудь система охлаждения, типа, мясо Какое-нибудь, что там, типа, было мясо на открытой витрине Но оно охлаждалось Знаете, какой-то есть такие морозилки открытые? Что это такое? Я не поняла Всегда открыто, всегда закрыто Обязательно Видимо, что холодильник, в котором есть, то есть, мясо закрыто под холодильником Оно всегда на виду И оно там хранится Так, всегда открыто, всегда закрыто Снимаем баллу И продолжаем дальше Пусть просто будет какая-то там ядра Всегда открыто, всегда открыто, всегда открыто Я бы так сказала бы Это никак не связано с едой Так Это связано с... Ну, назовем это убранством ресторана Давайте так С убранством? Убранство ресторана Всегда открыто Убранство Да Всегда закрыто Господи, а что может быть открыто в ресторане убранство? А убранство это что? Это я, ну, очень об счет сказала Ну, а просто подумать, что может открываться, что может закрываться Ну, дверь Да Ну, это же не убранство О! Илоночка Итак, двери стали стеклянными прозрачными Они всегда закрыты Но через дверь все видишь, все открыто Это неправильный ответ Он близкий Мне нравится Ой-ой-ой Я тоже знаю Прилетела? Нет, извини, не полетела Я научен опытам Томска и ресторанам Томска Так На центральной улице много рестиков, которые работают круглосуточно Да Но если ты хочешь поссать в нем, то ни хрена у тебя не получится Потому что туалеты всегда закрыты Так И типа всегда открыто, но всегда закрыто Ммм, окей Снимаем рестораном два балла, Киру добавляем один Потому что бесит такое Это реально Чисто поссор беды Приходится за гаражами Чисто Так не делают еще нормальные люди Так нельзя Да-да-да Илоночка 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 Не смела подносить подносить Короче, открытая кухня же появилась наверняка То есть открытая кухня, то есть она закрыта Реально Стекло Реально Но ты видишь, как они готовят всегда Согласна Ну, звучит хорошо, Балладим, но в целом это неправильный ответ по-прежнему Ну вот, вы что ж Илоночка Ковалева Ты же была близко уже, подруженька моя Ну вот, я подумала про дверь, про стекло И решила про кухню сказать Ага, про дверь надо Дверь Дверь Всегда открытая Ну что это с дверью Может быть двери стали вот такие Автоматические По кругу Всегда По кругу А, да По кругу Ну то есть ты заходишь Круглые такие Но они верзятся Вот так Ты заходишь в эту дверь И идешь по кругу По кругу И ты можешь Всегда Вращаешься с дверь Это правильный ответ Два балла Война Ты не так рада И я? Нет, да я тебя порадовалась Я думала, ты что-то хотела сказать ответить Война Ты не так рада Хорошо Господи умная какая Друзья Переходим к следующему вопросу И аплодисменты Аэропорт Хьюстон Интерконтинентал в Техасе Получил множество жалоб от пассажиров, которые слишком долго ожидали свой багаж Какую хитрость придумали, чтобы претензии прекратились? Да, пассажиров стали позже упускать, чем багаж выдавать Из самолета Держали их в самолете Ну, и они не жаловались, что в самолете вы долго держат Ну, в смысле? Там делали так, что типа они такие Пока приземлились, пока там доехали до этого рукава и так далее А багаж, да, они вытаскивают пока Не, я знаю, я все покажу Мне кажется, что я знаю Придумали зону Tiki Free, чтобы они там пока шопились В смысле? А там же выдают багаж Так нередко зона Tiki Free в зоне вытащи багажа Да, я ни разу не видела Я вот сейчас был в курсе, а так и было Это же когда только пересаживаешься на международ Не-не-не-не Не, ты выходишь там, может быть Хватит томить А че, подожди Че? Ну, я еще хочу подождать ваши какие-то ответы А че, обвал туда, тут или нет? Сейчас мы решим посмотрим Да, а какой-то кто-то близко? Че-то близко Близко Керича сказала Ааа, кто-то близко Ну че бы они не тихли, ну приду ее показать Ну, типа того, вы че-то как-то, ну как-то говорите А кто ближе? Кто-то не то, конечно Блее Ну, типа как-то то, но как-то Нормально Вот так И он что? Ну Ну Итак Чтоб пассажиры Пассажирам было лучше Включали музыку В аэропорт Да И пассажиры Пассажиры такие О, музыка Попели Помолились Не знаю А еще ходили Да И хорошо Да, да Помолился, попел О, багаж Ну все Ну, нормально Музыка хорошая тема Бал Диму Ланчик Неправильно совсем, но Типа Нормально Че уже придумали? Че они придумали? А сейчас это уже внедрено? Ну, наверное, где-то да А где-то? Ну, вы не заметите этого Точно вы не узнаете Это специально было сделано Или не специально это было сделано Ёма Ну Долго Ну, давайте Ну давайте Я, наверное Наверное, думал Я в этот раз Долго ждала багаж Ну, я не жаловаться Я причем с Кириллом ждала То есть они просто терпил набирали Они не пускали никого Кто не терпил О, о-о-о-о Короче Туалет придумали В Зоне Зону Так быть и говы И все таки с самолетом Ссать хочется И бегом в туалет Сходили в туалет А там очередь в туалете, понимаете? Они стоят в очереди в туалете, и они такие, ну очереди на багаж уже не будет. Всё, постояли там, пошли на багаж. Может они просто придумали туалету автоматическую, чтобы он до среды езжал? Я хотела бы сказать, но это банально, банально даже. Не во всех аэропортах нет, вот эти автоматические аэропортах. Когда-то же это было не банально, когда-то. Ну смотри, они не поддерживают, значит нет. Ну короче, на самом деле, вы все примерно близко, вы в общем всё накидываете одно и то же. Друзья, на самом деле, правда, путь пассажира именно был увеличен от трапа до зала получения багажа. То есть специально делали вот для них, чтобы ходили по разным коридорам. И тогда они просто тратили время на то, чтобы идти, а не на то, чтобы ждать багажа. А можно бал? И таким образом, эээ, ну нет. Никакой нельзя. Бал, друзья, и мы переходим к следующему вопросу. Это будет на самом деле, друзья, последний вопрос. А можно перед последним вопросом огласить баллы, пожалуйста? Послушаем, какие есть. Итак, Илоночка зарабатывает 5 баллов. У Илоночки есть! Пятёрок, пятихат хорошие. Кирилл Витальевич вышел в ноль. Кирилл Витальевич в ноль баллов. Я ж был без кредитов. АПЛОДИСМЕНТЫ ЕВЕЛИНА всех уделала из минус 1. ЕВЕЛИНА МИНУС 1. АПЛОДИСМЕНТЫ Кир, у нас в ТОПе 6 баллов. Как всегда? Кир, шесть баллов. Я играю, я тебя уделаю. ИЛЬЯ зарабатывает 2 балла. И у Ильи 2 балла, супер. Рестораны минус 2, а аэропортом 2, потому что там открыто всегда. О, мне надо все убить, отлично. Ань, давай золотой вопрос и 50 баллов. Я предлагаю сделать, нет, вот это будет неинтересно. Давайте сделаем последний вопрос на 4 балла. То есть, в целом, у всех примерно есть возможность выпить, если будет нормально еще накидывать этики. Вопрос будет интересный. На самом деле, посмотрим, как вы быстро справитесь с ним. Итак, бразильский футбольный клуб «Виктория» устроил интересную акцию. Футболисты вышли на поле в форме, на которой вместо привычных красных полос были белые. Через несколько дней одна белая полоса снова стала красной, потом еще одна. И так по себе на команда вновь принялась играть в традиционной форме. Что за акцию проводил клуб «Виктория»? Нет, подлесим ее сами баллов. Не, ну типа за такси. Да, я тоже об этом думал. Ну вот, если мужики об этом подумают. А как вы это объясните? Что они каждый раз закрашивали, типа, что это? В фарме менструального цикла я держу. Типа, день первый, день второй полосочки отмечают. Не шариться, Анька, полоски были на форме. Были белые, но постепенно они заполнялись. Скажем, новую игру они выходили в форме, в которой было все больше и больше красных полос. В итоге стала полностью красная форма. Потому что в бразильске это имеется умысла или нет? Нет. Нет. Предлагайте, давайте, давайте. Красный. Ну, конечно, я был самый очевидный вариант. Самый лучший. Ну, подожди. Самый месячный. Ну, они ж мужики, типа, чуть более. На самом деле, всего человеческий ходится. Типа, мужская команда. Типа, женщины должны играть уже с пор, когда у них мечтят. Типа, тяжелая история. Ну, т.е. как бы там прям все логически ложится очень. Ладно. По фактам. По факту. По фактам. Ну, и в чем он не прав? А как и дальше-то? Как и дальше? А как и дальше? Блин, что еще может быть? Нахера. Красный. Кир. Короче. В Бразилии фавелла. Так. И там гасят всех. Ну, гасят всех просто. По факту. Да. Большинство футболистов из бедных районов, т.е. из фавелл. Примоположных. Когда у кого-то убивали знакомого, они все в знак солидарности делали красную полоску. Из-за того, что гасили постоянно, потому что некуда стало лепить полоски, и они просто стали красными. А зачем они? Они же все были в красной форме, а потом зачем-то белым прогретело и стали закрашивать по чуть-чуть? По чуть-чуть? По чуть-чуть? Так, а ну нужно же, типа, они закрасили раньше когда-то еще, а в новом как-то нужно полностью дарнуть. Они оббелились и опять закрасились. Ну я думаю, некий, ну что-нибудь, они не поставили, непонятно как. Те версия, конечно, продолжается. Те версия была, кстати. Красная. Ну ты сел с ней как с Америкой вообще, в целом ее истории. Там Бразилия. Они были красными, потом стали белыми и потом красные. Они закрашивали полоски. Те версия, значит. Ну вот футболисты, да, они же бегают, ну там, не знаю, по полю. По полю, например. Да, да. Они все грязные постоянно. Там дерутся, падают. Вот так все происходит. Ты в белой форме. Мамка, помните, в детстве что говорила? Что говорила? Белое тебе не куплю, ты все равно запачкаешь. Вот. Значит, футболистам так же сказали. Нахера, мы вам покупаем постоянно новую форму. Это дорого. Все равно ее отпачкаете. Тра? А закрасили в красный? Ну уже не так видно. Тоже как бы, тетя 20. Ну они же были Insasya до этого? Они же были snipivo. А потому что стали белыми? Стали белыми, а стали красными. Нет, до этого были красными, а потом белыми. А потом стали постепенно красными становиться. Нет, это не пропало染��. Для чего? Ну или про форму. Подожди, форма стала с белый на красный. Изначально. Красная была красная. И они сначала тогда в белую перекрасили, постепенно возвращали красность. Адь, акция? Это была какая-то акция, то есть Илон, давай соберем твой ответ, что же это за акция была, против мамок или что? Против того, что... Против я же мать. Тогда я переделываю свою версию, говорю, ну, смотрите, я футболист, я все равно могу носить белый, правильно? Я молодец. Ладно, все, беру назад, мне снимать балок. Я не поняла, что я сказала. Подождите, давайте думать, это какая-то акция. А что вы весь-то думаете, выдвигаете какие-то идеи, алло? Вот, ну, Илоне за что, вот реально, респектус, Илона реально что-то пытается, посмотрите. Ну, у него плохо получается, но она правда молодец. Акция, акция. Серьезно, а вы сидите все, пытаетесь там найти правильный ответ. Надо пробовать, надо пробовать. Смотрите, внимание, посмотрите на кроссовки Кирилла. Да, они как раз. Отсылка. Супер старый. А покажи, пожалуйста, в камеру будет не видно. Ножку немножко, да? Супер старый. Да. Один балл добавься, Кирилл, за то, что подготовилась. За то, что поддерживает Беларусь в нее. Может, они тоже Беларусь поддерживают? Что-нибудь такое. Акция, ну какой год смотрят сюда? Какой год, Аня? Есть год? Нет. А, в 2012. А, был. В 2012. Рановато. Бело-красный. Спартак. Папу всегда такой лечит. Да. Один балл папе Илоны. Найдите его клипы на ютубе. Да. Кто найдет? Вы можете забить на ютубе Олег Ковалев. Я прям тогда, вы и так найдете. Да. Олег Ковалев и Беларусь по ее песни. Я даже в моем клипах снимала. Здесь серьезно я поговорю. Каком возрасте? Пару лет назад. Он просто на камеру ставит. Маму просит его снимать. И с зеленым клофон ставит и поет. Ну, шансон. Здесь же еще. Беларусь в моем парке. Это шансон. Ну, шансон, конечно. Потому что мой папа любит шансон. И я в его клипах снимаюсь. А мы при этом по-прежнему отвечаем на вопрос. Аци-я. Аци-я. Такая была ация. Аци-я. Какими были ациями. Я хочу сказать так, что Кирилл в правильном направлении пошел. Месячными салями? Ну, кровь там. Да, кровь. Кровь была. Кровь была. Смотрите, еще раз. С красного на белый поменяли форму полоской. И стали постепенно заполнять эту белую формулу и снова вернулись в красную. Может быть, красная полоска обозначала смерть. И чтоб больше смерти было. И что за акция была? Это у меня. Минус балл. Но я не такую смерть, другая смерть. Илон, что же за акция такая была тогда? Смерть одного беларуста. За смерть одного беларуста. В Беларуси плюс 10 баллов илонки минус 1. А чего? За то, что решила убивать беларусов в своем матче. Я не решила. Они, наоборот, плакали и полоски насилия. Может, что-то это со спидом связано? Ну, конкретно. Ого. Вот это вопрос. Я сейчас опять скажу и кто туда крутит. Я готов. Здесь спид. Сейчас и Вилли. А, я еще думала надежно. Я загружилась. Илоночка. Спид. Спид. Спид минус 10 баллов. А этим ничего не стоят. Мне кажется, это какая-нибудь мини-подсказка. Вам нужна мини-подсказка? Ну, вы, блин, вы на самом деле очень близко. Очень близко. Ну, типа, реально, это очевидный довольно ответ. Вы правда почему-то, ну, не знаю, не… Может, акция, чтобы кровь сдавали? Донорство? Да. Это правильно, да. Да. Я бы все угадала. Четыре. Четыре. А четыре баллов. Сто процентов, конечно. Это была акция, возможно, донской крови. Чем больше крови сдавали болельщики, тем больше красных полосок возвращалось на форму. Нифига себе. Да, это вообще просто… Нифига себе. Нифига себе. Слушай, я думаю, это слишком банально, поэтому сидела такая типо, но не голос. Про что я говорю, про что я говорю. С битвы. А может, пожалуйста, товарищ подсчитчик баллов скинуть? Мне баллы, чтобы я их огласила. Скинуть, да. А сейчас… Я не хочу, чтобы у Хиро там побольше баллов сняли, он купил много сегодня. Где? А вот это… Украл ответ. Здесь. Украл ответ. Украл ответ. Я считаю, я украл. Не считаю. Украл. Ну что, друзья мои дорогие. Давай. Сейчас мы узнаем, кому же достанется наш призовой фонд в 73 рубля и 16 лир. И это… Итак, давайте. Первым делом. Между Киром и Илоной я выбираю Илону. Итак, первым делом, друзья, победитель у нас бесспорный победитель. Это, конечно же, папа Илон из 12 лет. Проигравшие, 100% проигравшие – это рестораны, которые идут пописать минус 2 балла. На следующем месте с конца у нас находятся аэропорты Илья и Кирилл. Аплодисменты. Чуть-чуть повыше взобралась великая, неповторимая икона Олеговна 3 балла вместе с Эвериной, которая тоже победила. И, конечно же, победитель, великий и ужасный Кир. Ладно, он сразу назвал «Роскошный». Роскошный Кир. Роскошный Кир. Ну ты ещё что? Я считаю, что ты должен меня поблагодарить, потому что ты украла ответ. Кир, это в копейку отсыпь. Отсыпь, отсыпь. Я тебе, вручаю наш призовой фонд. Вот они, пожалуйста, деньги, чтобы вы понимали. Настоящие деньги. 15 лир. Вообще я тебе Аньке деньги давала. Набираем 1 лиры. 16 лир. Вот здесь я реально прочитала 73 рубля. Не поверьте, реально 73 рубля в монеточки ваши набирается. Пожалуйста, вручаем торжественно аплодисменты, друзья. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся. Берегите себя и своих близких. Живите долго. Счастливо, если вы Беларусь. Живы, Беларусь. Слушай, пусть сдают кровь. Да, сдавайте кровь. Не болейте спидом. Пропускайте брали, дохраняйтесь. Пропускайте натрий, калий, не надо. Надо, надо. Надо калий, натрий, не надо. И то, и то надо. И то, и другое. Друзья, чтобы у вас через ваши вот эти все проходили калий и натрий. И чтобы вас пускали на все Олимпийские игры. Процветайте, друзья. Живите счастливо. И вообще, вообще, всем... А, подожди, как вам? Вот так? Вот так, да. Опа. Доброе подсветание, друзья. А с вами были преподаватели Топскул. Это лучшая онлайн-школа на просторах интернета. Как видите, немножко туповатая. Давай, а то преподаем мы. Гениально. До свидания, друзья. Пока. Красавица. Пока. Редактор субтитров А.Семкин